МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» обзор рязанских событий. Главное на сегодня в кратком изложении. Нашли тело пропавшего в рыбном 12-летнего мальчика, найдено в местном пруду. Мусорный поселок жители Борог живут среди неубранных эверестов-отбросов. Дайте вздохнуть в Дашково-песочне. Люди задыхаются от выбросов предприятий. А теперь обо всем подробнее. Печальная судьба 12-летнего Лёня Ростенца из Рыбного прояснилась. Тело мальчика обнаружили в пруду, прямо в райцентре. Напомним, Лёня потерялся 5 апреля. Он вышел из дома погулять и пропал. Я тогда пойду погуляю. Я наденусь, только потеплее. Он оделся, вышел на песочницу. Я посмотрела в окно, он сидел на песочнице. Я вот слазила под пол за картошкой. Когда вылезла, посмотрела в окно, его не было. Ну и подумала, что он прогуливается вдоль улицы. Потом я поставила варить картофель. Вышел на улицу. На улице никого не было. Я его окликнула. Никто не отозвался. Мальчика искали все это время. Полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители. Люди прочесали все лесопосадки, заросли кустарника, заболочные участки. На поиски мальчика вышли кинологи, но и ученые собачки не помогли. Долгое время у поисковых групп все же была надежда на то, что мальчик просто заблудился. Все оказалось проще и страшнее. Пруд на пересечении улиц Фрунзе и 8 марта. К другим темам много вопросов поступает в нашу, а скорее всего не только в нашу редакцию. Когда же отключат отопление в квартирах? Тут и солнышко вовсю, и температура на улице почти летняя, и батареи, как говорится, огонь. Официальный ответ таков. Распоряжение рязанского мэра Виталия Артемова об окончании отопительного сезона подписано. Основание, действующее законодательство и температура воздуха выше плюс 8 в течение пяти суток подряд. К отключению систем отопления жилищного фонда и учреждений соцсферы рязанские службы приступают с 1 мая. Теперь возникает вопрос, а как будем платить за тепло? Не возьмут ли с нас за весь май, включив его в отопительный сезон? Вот уж не надо, так не надо. В ассоциацию потребителей поступают звонки от тех лиц, которые считают, что при температуре 20 градусов на улице уже пора бы отключить отопление. И мной задают вопрос, а какую сумму с них возьмут? Потому что понятно, что перетапливать, скажем так, и многие не в восторге от того, что им придется платить за практически открытые окна. Хочу сказать, что до сих пор многие еще не имеют договоров на оказание коммунальных услуг, они не знают, сколько им платить. Нет смет, чтобы определить объемы стоимости их услуг. И это лишает людей возможности контролировать объемы и качество данных услуг. С другой стороны, многие знающие систему теплоснабжения города говорят о том, что надо определенный лимит выработать, иначе в следующем году кто-то не получит в своей премии или тех объемов топлива, которые необходимы для обогрева города Рязани. Понятно, что конфликты, которые возникают между теми, кто платит за услуги и тот, кто оказывает, они есть и будут. Но, тем не менее, потребитель, как более слабое звено в этой цепи, он должен быть защищен. И поэтому в очередной раз я призываю жителей города Рязани, которые смотрят данный канал, которым я очень благодарен, что он занимается на протяжении многих лет потребительским просвещением, все мы должны заключать в письменном виде договоры на оказание коммунальных услуг и услуг по содержанию квартирных домов. Ссылка работников управляющих компаний и различных ЖЭО, и частных предпринимателей, что это закрытая информация, это несостоятельно, это незаконно. Каждый из вас, как потребитель, должен знать, что он в договорных отношениях. Неважно, проживаете вы в своей квартире, она у вас в собственности, или это договор найма. И еще о ближайших городских делах официально 1 мая, в день шествия митингов, разумеется, будет перекрыто движение городского транспорта. Перекрытие по Первомайскому проспекту от пересечения с вокзальной в сторону площади Ленина и Соборной начнется с 8.45 утра. Движение транспорта будет возобновляться по мере прохождения шествия. Изменение движения по всем маршрутам пассажирского транспорта будет действовать до половины первого дня. Планируется, что к этому времени автобусы и троллейбусы вновь начнут ходить по своим маршрутам. Продолжает программа репортаж из Бора, где люди вышли к нашей съемочной группе рассказать о своем житье-бытие среди мусорных гор и завалов. Рассказывает Глеб Галушкин. Подобную неприятную картину переполненных мусорных контейнеров жители домов в Борках наблюдают уже довольно давно. По их словам, не только бачки, но и большой контейнер для отходов вывозится крайне нерегулярно. Во всем они винят нерадивую компанию, которая заключила договор на уборку мусора. Раньше было организовано так, что стояли баки контейнерные, которые вывозились раз в три дня. Приезжала машина, выбиралась. То сейчас перешли на новую систему, заключили новый договор с какой-то другой, наверное, компанией, которая пользуется техникой, вывозящей вот такие вот большие строительные контейнеры. И время загрузки этого контейнера где-то около месяца-полтора. Когда он загружается, заполняется, его закрывают, и мусор, по большому счету, складывать некуда. Сейчас, по словам местных жителей, после заполнения контейнера, мусор приходится выбрасывать прямо на землю. Мусор распространяется ветром по уборкам, собаками, кошками. Заводятся крысы, которые начинают, в общем-то, жить в людских домах, потому что дома рядом. Рядом школа, рядом магазин. Гулять с детьми невозможно. Ну и вообще смотреть на это на самом деле очень грустно, больно и неприятно. Надо сказать, что браковские карьеры – излюбленное место отдыха многих горожан. Потому и бытового мусора с началом пляжного сезона, несомненно, прибавится. Как прибавится и работа рязанским службам по уборке города. Хотя, если компании, подрядившиеся убирать мусор, будут трудиться так же, как они это делают сейчас, уборки могут превратиться из места отдыха в опасную для здоровья территорию. Странный парадокс рязанской жизни. Где-то народ в мусоре утопает, а где-то все более-менее чистенько и аккуратно. Люди провели субботники, теперь высаживают аллеи. А ведь в одном городе живем. В районе памятника Скобелево началась посадка вечно зеленых елочек выпускниками школ Октябрьского района. С прошлого года у нас выпускники всех школ города Рязани закладывают аллеи выпускников. Поэтому второй год мы продолжаем эту традицию. Сегодня мы присутствуем на бульваре Скобелево, где закладку аллей будут производить выпускники, отличившиеся в образовании Октябрьского района. Мы будем высаживать 15 елей обыкновенных и елей колючих. Ребята-выпускники считают новую традицию очень полезной. Таким образом, они хотят подать положительный пример своим последователям. Да и приятно будет пройти летадок через 10 по аллее и полюбоваться тем, что было сделано своими руками. Очень хорошо, город озеленяется. Мы очень рады. Скоро праздники будут как раз. Я считаю это важно. Я, например, считаю, что мы должны оставить память свою этому городу, чтобы видели, что... Чтобы наши дети потом видели то, что мы сажали деревья, чтобы тоже потом брали с нас пример, тоже сажали. Для себя ведь, так? Чтобы мы могли через некоторое время прийти, посмотреть, что из этого вышло. Я думаю, это важно вообще для каждого, кто здесь присутствует. Во-первых, это память. Во-вторых, это как-то, думаю, престижно для каждого из тех, кто присутствует здесь. И как-то, знаете, так лет через 10 придешь, и тут дерево свое растет, которое ты посадил, когда выпускался из школы своей. Это приятно. Всего за весну планируется посадить около 2,5 тысяч деревьев и кустарников. Очень радует, что городские власти взялись за активное озеленение Рязани. Вдвойне приятно, что принимают в этом участие юные жители нашего города. Еще один субботник прошел в жилищном комплексе «Юный». Люди вышли во дворы, разобрались с мусором, заодно посадили деревья. Продолжает Глеб Галушкин. Молодцы, молодцы! Вот! Подопали, ребята, ножками, молодцы! А, понимаете? Застройщик «Северная компания» не оставляет без внимания свои объекты и продолжает работы по их благоустройству. В этом году Всероссийский экологический субботник провели в жилом комплексе «Юный», расположенном в Канищево. Озеленение комплекса совместными усилиями дополнили кустарники и рябиновая аллея. Через несколько лет подросшие растения создадут уют и подарят прохладу в жаркие летние дни. Ребята, а этот кустик вы будете летом поливать, когда будет жарко, чтобы он вырос большой и красивый? Помимо посадки деревьев, «Северная компания» организовала для самых юных участников веселый праздник с играми, конкурсами, танцами и призами. Активисты экологического Рязанского альянса сообщили о вырубке дубовой аллеи в Дашково-Песочне. Предположительно, атака на дубы произошла в ночь субботы на воскресенье. Экологи утверждают, вырублено около 50 дубов возрастом 50-60 лет на участке 10 на 30 метров. Осталась только площадка, раскатанная тяжелой техникой. Предположительно, сказано в экопослании, вырубку осуществила СУ-155, московские подрядчики. Сейчас устанавливается факт нанесенного городу и рязанцам ущерба. Экоактивисты начали расследование, необходима информация. Всех, кто был очевидцем факта вандализма, просят сообщить по телефону 513-400. О некоторых субботниках рассказывать приятно, а вот другие подобные акции слегка настораживают. Вот, например, «Информ», «Портал», «Рязань» сообщили о том, что в конце прошлой недели свой субботник провели трудящиеся рязанской нефтеперерабатывающей компании. Порядок навели не только на территории предприятия, но и вокруг 100 тонн мусора собрали. Вот как. Приводятся даже слова гендиректора РНПК Владимира Абрамова. «Забота о чистоте родного города – одно из важнейших направлений в работе РНПК». Красиво, хотя, конечно, и не очень ново. Только вот как же сайт нести эту самую заботу о чистоте со страшными запахами, которые буквально задушили наш многострадальный район Дашково-Песочни? Не очень как-то вяжутся бодрые высказывания нефтяного начальника с тем, что говорят жители Песочни. В этом убедилась Оксана Тебенихина. Жители Дашково-Песочни забили настоящую тревогу. Запах, который доносится со стороны Рязанского нефтезавода и химволокна, стал просто невыносимым. А выбросы случаются все чаще и чаще. По ночам многие жители района просыпаются из-за приступов тошноты и жуткого кашля. Малышня страдает от аллергии, хронического бронхита и даже астмы. Терпению граждан пришел конец. За своих детей они готовы перерыть весь город вручную, лишь бы найти управу на тех, кто набивает свои карманы за счет здоровья горожан. Ужасно здесь просто живется. Собственно говоря, мы здесь уже не живем давно, а выживаем. Выбросы такие, что просто проникают через закрытые окна. Если не дай бог уснешь ночью, вот форточка открыта, можно, наверное, уже и не проснуться. Мы, естественно, думаем о наших детях. Ладно, мы старики, но что делать с детьми, которые растут, чем они дышат, проблем не решается. Поэтому мы обратились на телевидение, мы обратились на линию президента нашей страны, потому что просто жить невозможно. Неоднократное обращение во всевозможные инстанции и вызовы специалистов из лаборатории ГУ и ЧС никаких результатов не принесло. Ничто не пугает и никто не является авторитетом для руководства пахнущих предприятий. У ребенка 7 лет, сейчас вот только исполнилось, но у него астма с малых лет. И он сам уже чувствует, бабушка, закрой все окна, бабушка опять начинает вонть. Мы нас просим не одно десятилетие, и все это бестолку. Ну, пожалуйста, обратите, пожалейте наших детей, ведь ваши дети тоже здесь, ваши потомки здесь будут жить. Почему? Обратите внимание на нас. Сделайте что-нибудь. Не вынуждайте людей. Временами едкий запах с южного промузла доносится до площади Театральной. Именно там при необходимости соберутся с пикетом жители Дашков и других районов, страдающих от ядовитого запаха. С этой целью горожане начали собирать подписи в знак протеста по ситуации в целом, с которыми в дальнейшем отправятся к местным властям. И дальше, если надо, в Кремль. Какие-то организаторы, дельцы, так скажем, делают свои деньги, а мы должны умирать. За детей своих мы просто вас всех сотрем. Наша телекомпания давно взяла эту тему под свой контроль. Мы будем и дальше следить за развитием событий и освещать эту проблему. Это все темы на сегодня, а впереди у нас программа подробностей. В студии проекта Николай Штонда, руководитель недавно созданной в Рязани областной общественной организации Украинский национально-культурный центр. Задача понятна укрепление связей между украинцами, проживающими в регионе, их поддержка, создание условий для переселенцев, для сохранения традиций и развития национального народного творчества. Ну, конечно же, речь в программе пойдет о тревожных и даже трагических событиях, которые сейчас происходят в Украине. Ну, а мы расстаемся до завтра. Увидимся вновь в эфире программы «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин